приветствую вас на канале поедем поудим друзья 11 марта а у нас снег правда тает уже все помаячил перед камерой хватит в общем были бы в каннелинграде очень все понравилось блин ветерок пошел ну что такое всего хватит иди гуляй приветствую новых зрителей спасибо за подписку глаза не могу открыть солнце в общем поедем через запятую поудим название имеет два смысла поедем по катухе поудим порыбачим вообще показываю не только рыбалку кстати с прошедшим женским днем дорогих зрительниц всего вам хорошего здоровья любви ой как больно глазам непривычно белый снег в общем погнали в калининград друзья и и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смахнуло ввысь на двор. А вот это здание с богатством красного кирпича справа вообще никогда не меняло свой профиль. И всегда принадлежало силовым структурам. Управление полицейского президиума. Ну а сейчас я вам хочу показать еще одну жемчужину, которая является ориентиром, чтобы, конечно же, находясь в Калининграде, зная о богатом повоенном прошлом, вы, наверное, ищете вот эти тут видения этого ведомства, выкрасно соответствующие тона. А вот рядом, справа, мы видим бывшую верховную дирекцию почт Восточной Пруссии. Однако отхода на нас левой рукой. По-моему, как в Исмайловском парке в Москве указывает Петр Первый. Но не как император российский, а как отец-основатель флота российского, поскольку в этом здании уже никак не почта, а штаб дважды краснознаменного флота нашей страны. Ведь крупнейшая... Это целая революция с точки зрения градостроительства. Которая стала прообразом для дальнейшей застройки Кёнигсберга. Поэтому пару слов о предпосылках возникновения этого района, прежде чем вы отправитесь на фотопаузу здесь. Дело в том, что к концу 19-го века было принято решение с, значит, архитектурных, точнее, с градостроительных экспериментов. И вот он появляется, экспериментальный район Амалиенау, просторы которого мы бороздим. Философией которого служит жительство. В малоэтажно разряженной застройке на лоне дикой природы, но со всеми условиями городского комфорта, который обеспечивался даже тем, что два трамвайных маршрута были в этот пригород проведены. И начинается застройка, за основу которой были взяты идеи очень строгой и хитрой градостроительной концепции под названием штат Гахтан, ну или же город Сад. Предупрежу, что вы можете пока что не фотографировать. Тот самый особняк 1914 года, которым владел, извините, нафтологию, владелец северогерманского кредитного рынка Амалиенау, ее успех стал настолько очевиден и знаменателем, что на официальном уровне правительством было принято решение застраивать город, вне зависимости от престижности и дороговизны района, только в соответствии с идеями города Сады. И это стало незамедлительно притворяться в жизни. И я хочу вам это доказать. Поэтому сейчас мы, чтобы проехать к острову Канта, сделаем крюк и проедем через, что называется, рабочие окраины Кёнигсберга, которые как раз-таки застраивались согласно именно городу Саду. Чтобы вы поняли, как в начале 20 века район для работников вагоностроительного завода выглядел, ну, чтобы было понимание. Но вообще, на самом деле, долго эта концепция не продержалась, стоит отдать должное. Почему? Потому что развитию этих идей воспрепятствовали события, а также итоги Первой мировой войны. После которой, как вы, наверное, знаете, Германию постигла гиперэнфляция, а страна должна была выплачивать огромные препараты. И здесь был открыт до недавних лет самый первый в истории Советского Союза клуб под названием Вагонка. Ну, по названию самой главной улицы здесь, вагоностроительной. Теперь я хочу, чтобы вы еще раз прониклись духом Старой Пруссии. Как раз-таки видели рабочие окраины, которые застраивались согласно упомянутой концепции. В особенности в клуб, если посмотреть, и так далее. Дело в том, что вагоностроительный завод из-за вагоностроительного завода. А это пришлось на тот период, когда как раз-таки был ознаменован успех района Амалинау. Вот эта концепция Город Сад. Поэтому и было принято решение застроить рабочий район, Рацхупова назвали, по этой концепции. И еще в результате репарации, контрибуции после боевых действий. С правой стороны мы видим доминанту портовой части, видя огромный вальцовый зерно-хранилище. Московского проспекта, конечно же, учитывая полуэксклавность нашей территории и то, что сухопытная граница остальной части России мы не имеем, конечно, до Москвы надо езжать не будем. А кратковременно мы воспользуемся для того, чтобы снизить транспорт. Наверное, вы слышали о том, что коренные жители были депортированы отсюда. Но не нужно думать, что их сразу взяли и выбили метло. Нет, изначально у правительства приходит понимание полное того, что сосуществование коренных жителей и советских переселенцев ни к чему благоприятному с идеологической точки зрения не приведет. Поэтому с 47-го года был ИГО. 23 февраля, друзья. Всех с днем защитника Отечества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и так, друзья мои, чтобы побывать в Калининграде и не отснять эту заброшку советской эпохи, я считаю, это было бы кощунством. Предысторию рассказывать не буду, потому как я не искусствовед, но информацию всю можно найти на Ютубе, и не нужно будет напрягаться блогеру-рыболову. А на каком месте она была построена, я вам сейчас тоже покажу. Да, здесь, конечно же, немного печальная история. Замок принадлежал восстановлению и принятие такого решения, снести его и построить что-то свое. Ну, скажем, что в конце 60-х годов такое здание, это, конечно же, было, наверное, круто, но, к сожалению, его никогда не взяли в эксплуатацию, его не приняли. В эксплуатацию из-за каких-то там, не знаю, 90-е пришли. И вообще, еще дамочки, не собирался, там, а я бы себе неплохо начать зарабатывать, то мы порешили. Субтитры сделал DimaTorzok Это как раз и была раньше улица Кёнигсбергерштрассе. Сегодня здесь пешеходная зона, у нас здесь такой наш местный арбат. Вы видите, там и артисты, может быть, выступают, да, особенно когда почти тепло, тут и художники свои произведения искусства продают. А очень, такая колоритная улочка, очень красиво всегда украшена. Это здание построено именно в юген стиле. Вы видите, здесь красивый растительный орнамент, также орнамент летучая мышь, две верхние башенки, оформленные в стиле фахферк. И вот между ними, еще посмотрите, маскарон рыбака. Маскарон — это выпуклое изображение лист людей или морд животных. Юген стиль, как любой модерн, обычно подразумевал здание оси. Украшаем красивый деревянный риск, отмазан. Средством? Т moto. Й press service. Тихо, я тоже. с теплым полом с подогревом кошачий сквер красиво сделано не знаю почему мой друг феликс не любит экскурсии я экскурсии обожаю феликс говорит из-за того что люди все время опаздывают нужно все время кого-то ждать мы сделали две экскурсии на автобусе группа была очень большой и всегда все были пунктуальными я обожаю просто экскурсии потому как знаю что-то для себя как всегда много нового даже в россии мне нравится делать отпуск потому что там любого таксиста нанял и он тебе везет и рассказывает историю города любой таксист экскурсовод как вода и евреи вообще потеряли все свои гражданские права недвижимость они уже есть вот здесь конечно все было по последней моде по последнему можно сказать слово техники то есть тут были и отели и доходные дома и рестораны все было везде была проведена канализация водопровод а 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 Продолжение следует... Продолжение следует...